Я, как никто другой, знаю причину нашей злости или, как модно говорить, токсичности, потому что... потому что расти детей и существовать на 400 баксов в месяц ведет к токсичности. Когда вы хотели заниматься любимым делом, ну, например, быть учителем, и жить при этом достойно, а вам говорят, знаете, тут вообще-то не про деньги, идите в бизнес. И вы со слезами на глазах и надорванным сердцем, ну, потому что вы же хотели посвятить себя любимой работе от всей души, без шуток, ну, окей. Вы идете в бизнес, открываете свой маленький островок в торговом центре по продаже какого-нибудь китайского говна или точку общепит. Естественно, на кредитные бабки, под конские проценты, которые для ИП еще и хер получишь. А приходит пандемия, и вот уже ваша точка общепита признана рассадником коронавируса. И, естественно, вирус не ездит в трамваях и метро, и не присутствует на мероприятиях, одобренных сверху, а прячется гнида исключительно за стулом вашей кафешки. Не поверите, это приводит к токсичности. Когда в вашем родном городе из работы это магнит и пятерочка, ну, либо снимать светмет с высоковольтных проводов, или езжайте покорять Москву, вас же там, естественно, ждут. Когда спиздевшая по разным оценкам от 6 до 16 миллиардов рублей персона выходит на свободу через пару месяцев и выпускает песни, рисует картины, когда судья, судья, сука, человек, который должен быть справедлив, как ёб твою мать, имеет, как хочет весь край, всем насрать, а палится только потому, что устраивает кутежи, такие, что у Абрамовича глаз от зависти дергается, и только волна народного негодования привлекает какое-то внимание. Это приводит к токсичности. Больницы и школы в состоянии чуть теплее говна и 7 бригад скорой помощи на 150 тысяч населения города в пандемию. Блогер начал готовить ролик про скорую. Полнейшее отсутствие уверенности в завтрашнем дне, а главное понимание, что никто ни хера не понимает, что творит, и не принимает на себя ответственность. А главная цель всего этого управления не разозлить там, наверху, в Москве. Остальное вообще похеру. Тоже чуть-чуть ведет к токсичности. И если вы считаете, уважаемые россияне, Ванюши, Тани, Мани, что вся эта история с Украиной поможет нам перестать быть токсичными, окей, я не настолько наивен и не думаю, что сейчас я скажу нет всяким там операциям. Уважаемый Роскомнадзор, я своего кота с собакой назову, лишь бы вы были спокойны и счастливы. И завтра некто в своем обращении, не, ну мы, конечно, планировали продолжать, но раз блогер просит, все, тормозим, заканчиваем. Если бы это помогло остановить и закончить с ненавистью, я бы миллион таких обращений записал. Миллион одно. Если вам нужно кого-то ненавидеть, для того, чтобы быть счастливыми, у меня есть предложение. Ненавидьте блогер. Серьезно. Я всего лишь кучка пикселей на вашем экране. А человеку, который находится за черными стеклами очков, вы не причините вреда. Он видел вещи и похуже, чем комментарии в интернете. Ненавидьте блогера. Пишите тут любую дрянь, которая взбредет в головы. Удаляться ничего не будет. А чтоб проходило через премодерацию самого ютюба, заменяйте в мать некоторые буквы на латиницу. Ну, начинайте. Я помогу вам. Я. Я причина всех ваших неудач и мизерный зарплат. В то время, как у меня денег не просто дохера. Садовник моего водителя прикуривает от 100-долларовых банкнот. А, кстати, нищеброды, какой сейчас курс, а? А знаете, откуда у меня столько денег? Да я в жизни ни дня не работаю. Просто мой папа депутат. А вы? Вы говно. И пока ваша семья выживала в 90-е, моя семья продавала лес, газ и нефть. И это только часть моих денег. Остальное я украл из ваших налогов. А вы либерал, может быть? Тогда я за Путина голосовал. Четыре раза. И пойду еще. Вы сторонник имперских взглядов? Окей. Свободу Навальному. Может, вы коммунист? Тоже не проблема. Ленин – гриб. Сталин – кровавый тиран. Вы девушка? Че-то сюда приперлась. Место бабы у плиты. Сторонник патриархата? Я самая радикальная феминистка, считающая, что вас, мужиков, можно только как рабочую силу использовать. Я хочу вступить в НАТО сам, укутавшись во флаг ЛГБТ и встать перед представителями черной расы на колени. Сладкий. Или всей душой ненавижу любые проявления западничества, считая, что у нас есть свой великий путь. А всех представителей нетрадиционной ориентации, нужно лечить и изолировать. Я пиццу с ананасами жру, какие вам еще, блять, доводы нужны? Приходите сюда, в этот ролик, каждый день, когда плохо, когда хочется кому-нибудь разнести еблеты. Пишите. Пишите так, как никогда не писали. Пишите, чтоб Тимати, сука, своего клипа «Москва от зависти» заикой стал. Смотрите в это лицо. Плюйте в монитор. Вы плескиваете все, что есть тут.